Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких пушистиков. Давай посмотрим, может быть там у нас еще кто появился? Ух тышкин-мартышкин, там целая куча яиц у нас. Надо бы их открывать. Кстати, пока не начинаем открывать, пиши обязательно в комментариях, какие питомцы нравятся тебе больше всего. А я пока просажу вот этих товарищей кушать, посмотрю, все ли у остальных в порядке, но вроде все хорошо. Никто не болеет, там какие-то бургеры выросли. И, о, здесь еще одно яйцо есть, ничего себе, посмотрите, сколько их много, их целая куча, целых 4 яйца мы можем сегодня открыть. Я предлагаю начать открывать, потому что питомцы тоже всегда весело. Так, только с какого начать? Ты бы с какого начал? Так, я думаю, что надо, а, давай вот с этого, не будем. По классике слева направо возьмем и откроем сначала коричневое яйцо с лапками. Ой, это кто такой? Кто такой, ребята, как думаете, кто это такой? Это что, кабанчик какой-то? Хм, странно. Ну, да ладно. В общем, если вам нравится этот кабанчик, то обязательно ставьте цифру 1 в комментариях, а мы из него, кажется, сможем сделать нового питомчика. Я пока поставлю лечиться нашего цыпу и посмотрю. О, он еще проголодался. Давай посмотрим, все-таки кабанчик или не кабанчик. Потому что вдруг там будет кто-то другой, вдруг мне опять кажется, я иногда путаюсь, и мне кажется, что это одно животное, а там оказывается вообще кто-то совсем другой. Кардинально другой, я бы сказала. Ну что, ты готов вырасти? Ура, 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 давай посмотрим. Действительно кабанчик дудл? Ничего себе, смотри, какой он милый. В общем, если он тебе понравился, ставь цифру 1 в комментариях. А я пойду сделаю новое яйцо из кабана и единорожки. Интересно, кто может, кабарошка что ли какой-то получиться? Очень странное сочетание, но яйцо очень красивое, прям нереально красивое. Мне очень нравится, смотри, оно какое-то радужное даже. Ммм, прикольненько, прикольненько. Давай посмотрим, может быть у нас новые мини-игры появились? Да, мини-игр у нас новых нет, очень жалко. А хотелось бы, между прочим. Ну ладно, давай в одну рыбалочку что ли сыграем. Посмотрим, может быть мы сможем что-нибудь интересненькое поймать. Или какой-то подарочек новый открыть. И тогда у нас будут новые места для игры, для всяких там, для сна, для гуляния. Там, не знаю, может даже бассейн какой-нибудь попадется. Или батут. А, хотя нет, у нас батут тут уже есть. Точно же, что-то я совсем забыла. Эй, где рыба? Рыба, иди ко мне. Нет, рыбешечка, рыбешечка, иди ко мне, я люблю рыбу. Ну, хотя нет, честно сказать, я не всю рыбу ем, но в целом люблю. Так, а ты любишь, кстати, рыбу? Я вот знаю, что многие вообще рыбу не едят. Но, но это дело, конечно, каждого. Ну что, мы сможем поехать в магазинчик? Кажется, нет. Надо еще поиграть. Но давай сначала еще какое-нибудь яйцо откроем. А то поиграть-то мы всегда успеем. А яйца-то ведь не будут ждать нас вечно. Ну, какое открыть, какое открыть. А давай тоже коричневое. Давай сегодня начнем с коричневых яиц и посмотрим, кто в них сидит. И кто же там? Ой, а кто это такой? Непонятно, непонятно. В общем, если тебе нравится этот питомец, пиши цифру 2 в комментариях. И если ты знаешь, кто это такой, то тоже пиши в комментариях. Я пока не разберусь. Какой-то серенький, не знаю даже. Ой, серенький, коричневенький. Какой-то непонятный, лохматенький. Хм, интересно, кто это будет? Кто это будет? Может, это какой-то... Даже не знаю, ну, на мишку не похож. Хм, странное животное, странное животное. Сейчас посмотрим. Ну что, он готов вырасти. И нам осталось дело за малым. Давай его откроем. Смотри, это реально мишка. Балу, это точно мишка был. Смотри, какой он миленький. Если тебе понравился этот мишка, ставь цифру 2 в комментариях. Посмотрим, какой питомчик сегодня победит. А я пока пойду малышей накормлю. А то у меня там столько голодных питомцев, что их же надо кормить. Так, что бы мы можем такого дать? Что-то у нас еды-то немного, ладно? Придется суши роллы. Сегодня у нас будет день японской кухни. Ну, пока у нас она есть, вернее, мы ей будем кормить. Давай всех накормим. Всем вкусненько, всем хорошо. Всем приятного аппетита. Хм, да, я бы сейчас тоже поела чего-нибудь вкусненького. Или не знаю даже, или не вкусненького. Хм, даже не знаю, что бы я поела. А этих давай, бубу, этими хот-догами накормим. Ну, а почему бы нет? Тоже очень вкусно. Вредненько, но вкусно. Смотри, теперь у нас все малыши сытые, довольны и побежали играть. Ой, единорожка же еще заболела. Надо бы его полечить. Отлично, место освободилось. И еще я хотела как-то вот здесь вот. Можно, нет, собрать этот урожай? Давай возьмем вот лошаденыша. И попробуем вместе с ним собрать урожай. Потому что, как мы, тут у нас бургеры выросли. Надо их собирать. И морковка выросла, тоже надо собирать. Остальное все за рекламу. Ну, почему так? Это ж несправедливо. Ладно, пусть покопается немножко. А я пойду еще одно яйцо открою. И какое же открыть? Полосатое? Или вкрапинку? Даже не знаю. Давай полосатое. Посмотрим, вдруг там зебра попадется. Интересненько, соответствует ли яйцо его внешнему облику. И кто же там? Точно полосатая зебра. Прикольно выглядит. Мне нравится. Если тебе нравится этот малыш, то ставь цифру 3 в комментариях. А мы сейчас посмотрим, кто из него вырастет. Очень уж интересно, какой питомец там может получиться. А у нас здесь еще, кажется, кто-то заболел. Ну, конечно, рыбешки наелся. Ладно, он, по-моему, не может пока. Опаньки, это что за дела, Хрюндель? Это что за какашули тут валяются? Это не я. Да, конечно, не ты. Ты тут бегал, и какашули остались. Кошмар какой-то. Размусорили везде? Безобразие ведь прям какое-то. Посмотрите, как странно, когда здесь все мусорно, и валяются даже какашули. Это очень неприятненько, если честно. Надо их, видимо, сразу, когда они просятся, отправлять в туалетики. Ой, он еще цыпа хочет вымыться. Давай его тоже отправим, а то вдруг он тоже там что-нибудь наделает недоброго. Ладно, давай посмотрим. Дальше надо же кормить нашего малыша. А то вдруг он обратно в яйцо спрячется. Это было бы смешно, конечно. Ну, да ладно. Давай еще. Будешь еще еды? Будешь еды? Держи. Сейчас посмотрим, действительно ли это зебра. Или, может быть, это какое-нибудь гибридное животное. Сейчас, сейчас. Точно, это полосатая зебра. Ее зовут Зебби. Очень даже миленькая. Если тебе понравилась она, обязательно ставь цифру 3 в комментариях. А я посмотрю, можно ли с ней кого-нибудь скрафтить. Так, походу, у нас никаких новых вариантов для животных нет. Очень жалко. Ну, да ладно. Зато у нас открылся. Магазинчик можно съездить. Я видела. Там можно было на машинку уже садиться и ехать вперед из песни. Только вначале бы мусор убрать. А то мусора слишком много. Прям нереально много. Ну что, кто у нас сегодня в магазинчик? Давайте сегодня заедем. Хм, хотя. А в какой бы магазинчик вы заехали? Я вот, наверное, в пончики заеду сегодня. Потому что я люблю пончики. Да. Если тоже любишь, там сердечко пиши какое-нибудь. Посмотрим, что нам попадется. Может быть, еда какая-нибудь попадется или деньги. В смысле? Я за пончиками пришла. Какие деньги? Какие пиццы? Да, эти пончиков. Эй, так не честно. Мне этого пончика не досталось. Я, кажется, расстроена. Ну да ладно. Зато достались пакетики с наклейками. Давай посмотрим, можем ли мы что-нибудь новое собрать в альбоме. У меня две новинки. И мы можем что-то сделать, наверное. Сейчас посмотрим. Мы можем сделать вот эту штуковину. И вот эту штуковину. Кстати, если мы здесь за 200... А, у меня нет еще 200 звездочек. Очень жалко. Если бы было 200 звездочек, можно было бы попробовать открыть. А здесь питомца можно открыть. Прикольно, прикольно. Сейчас разберемся. Ну, в смысле, потом разберемся. А сейчас пойдем малыша открывать. Я же совсем забыла. У меня же там малыш неухоженный. Где мой малыш? Эй, ой. Откуда здесь монетки валяются? Странно. Ладно. Пусть валяются. Этого надо отвезти поиграть. Это надо убрать. Вот же у нас новое яйцо. Интересно, кто попадется. Если кто-нибудь знает. Хотя, пишите варианты. Кто может там попасться. Вдруг вы угадаете. Будет прикольно. Я пока не знаю вообще. Потому что яйцо с какими-то шариками. Это кто? Барашек, что ли? Барашек. А почему шарики на яйце были? Непонятно. В общем, если тебе нравится этот питомец, пишите цифру 4 в комментариях. А я сейчас посмотрю, какой он вырастет. Только цыпу искупаю. А то бедная цыпа-цыпа хочет вымыться. А я, походу, его не напенила. И он теперь не вымылся. А ты что пришел? Иди тоже искупайся после какашуль своих. Так, а ты иди кушай. Не хочет, кажется. Ну ладно. Не хочет, так не хочет. А вот этого-то надо полечить. Котика я совсем забыла. Чуть не это. А если бы ему плохо стало? Да, надо было сразу идти лечить. Ладно. Так, ты беги туда. Ой, кажется, здесь еще целая толпа. А вот и какашульный тип. Давайте его отправим в туалетик, чтобы не было никаких неловкостей потом. А то, что-то мне эти мусорные вещи на улице, вернее в доме, как-то не очень нравятся. И тебя надо искупать. Я поняла. А здесь у нас новый уровень. И что-то попалось. Ммм, еда, вкусняшки. Это хорошо. Ладно. Мы же чуть не забыли. У нас, смотрите, питомец засыпает уже. Держи скорее бутылку. И расти уже скорее. Очень интересно посмотреть, какой он будет. Потому что они когда в яйцах, они немножко другие. И непонятно, какие вырастут большие. Могут быть красивые, а могут быть и не очень. Сейчас посмотрим, какой он получится. Ну что? Давай откроем его. О, смотри, он, этот барашек в флаффе. Очень прикольный. И миленький. Мне нравится. Если тебе понравился барашек, ставь цифру 4 в комментариях. А я посмотрю, может быть мини-игры открылись. Нет, никаких мини-игр. Ну почему так-то? Так хотелось, чтобы они появились. Ну да ладно. Пойду я еще тут поубираю. Тут еще какие-то какашули валяются. Эх, безобразники ж, безобразники. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Всем пока-пока. А мне тут еще всех спать положить надо. Ладно, ребят, пока-пока. А то дел целая куча. Вон всех спать положить надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!